утро почему-то пасмурная но все равно красивая я на озере целлер панорама кемп собираюсь конденсата много на палатке уже позавтракал настраиваюсь на тяжелую работу сегодня преодоление перевала итак гроз глокнер самая высокогорная дорога австрии я выехал из кемпинга до подножия мне километров там около десяти так будет по более-менее ровно а потом погнали там где-то 25 километров вверх ну 25 километров то я проезжал вверх все зависит от градиента но в крайнем случае буду идти пешком почему-то пасмурно с утра я уже говорил хотя по прогнозу там солнышко нарисовано мне солнышко надо и так прям свежо на улице на высоте две с половиной тысячи метров наверно будет холодно но учитывая что я буду ехать в горку наверно мне будет тепло а город которым я ночевал находит называется брук на глоб как-то так вот так называется город наблюдаю большую группу велосипедистов подозреваю что они тоже поедут на гору но мне с ними соревноваться нет смысла все равно не догоню то и мне не надо а я зайду в супермаркет куплю баночку пива чтобы на самой верхотуре ее выпить потому что там не будут а мне наверняка захочется а вон они поехали поехали всех ну понятно все на шоссера в контактах там серьезно тренировка тут конечно тоже есть веломаршрут но я так понимаю велодорожки не будет глоб госк локнер страубы вчера я списался с товарищем из литвы который по этой дороге проезжал на велосипеде дмитрий привет тебя и узнал что будет непросто что тяжелые затяжные подъемы там и все такое прочее но он сказал ты же опытный велотурист справишься и я подумал 25 километров вверх даже если все 25 километров идти пешком со скоростью 5 километров в час то это займет 5 часов но я буду не все время идти пешком тем более во времени я сегодня не ограничен моя задача сегодня преодолеть этот перевал красивейшая горная река красивейшего такими порогами чистенькая но у меня пока велодорожка я еще приближаюсь только к подножию хотя уже уже чувствую что подъем надо джерси уже снимать будет тепло на поле стоит вертолет чей-то припаркованный возле домика сейчас сейчас какая-то право выйдет из дома сядет на вертолет и полетит на работу нормально и вот такая вот красота ребята пока шапки гор в облаках но я надеюсь что пока я буду пыхтеть наверх развеется я очень на это надеюсь это будет мой второй перевал в альпах первый был швейцарии оба ральпас как-то так он назывался я точно не помню но на маршруте евро вела 15 по моему мы ехали и и преодолевали перевал но тут по вот этой гросс блок нер никаких евро вела не проходят видимо потому что жестко евро вела 7 поворачивала на там за тридцать километров отсюда и через горы евро вела 7 предлагает всем путешественникам переехать на поезде через туннель там какой-то вот и многие поехали туда но я же люблю приключения так вот у меня был перевал швейцарии я преодолевал трансфигираж тоже нифига себе в балканах так там вообще я их столько ну над каторским заливом крутой был перевал ну в общем есть что вспомнить и есть с тем сравнить и по красоте и по сложности и по ощущениям конечно я вам скажу наверно трансфигираж останется в моей памяти самым крутым потому что он был самый первый такой а хотя швейцария была раньше трансфигираж мне запомнился потому что я там был один и пока не поздно вернее уже сейчас не надо а потом когда посмотрите эту серию обязательно посмотрите мою серию про трансфигираж велопутешествие по румынии в одиночку там было очень красиво меня обгоняет какая-то выставка раритетных тракторов с флагом франции между прочим вот еще один куда они едут тоже на перевал вот они все эти трактора старенькие куда они на заправку в очередь что ли стоят теперь с этой стороны едут трактора со всех едут это я еще у подножия да какая-то выставка наверно везде на прицепах и своим ходом вон еще в национальных костюмах сегодня же не выходной а вот опять еду смотри ехал мой тех сосед помахал мне рукой что для него этот перевал жиг 20 километров на мотоцикле жиг и все а для меня это целое событие и я думаю что она больше мне запомнится чем ему ну у каждого свои приколы я вчера наблюдал как он снимал себя эту мотоциклетную одежду это как латы рыцаря были у него прямо разоблачался снимал какие-то эти там сапоги как у как лыжные ботинки ну в общем серьезно серьезно они одеваются и везде эти трактора такое впечатление что у каждого владельца жителей этого дома есть тракторец в загашнике раритетный а тут памятник мотоциклу кавасаки и медведь тут водятся медведи горах возможно блин сколько тракторов а вокруг смотрите какие красавчики появляется солнышко трактора едут одной со мной скоростью но чё-то неприятно дышать их ними выхлопными газами все понесся подъем трактора бляха муха создали пробку куча машин и так ребята я на высоте 917 метров сейчас вот начало шлагбаум тут начало этой дороги и подняться мне надо на две тысячи с половиной сейчас у меня девятьсот двадцать тысяча шестьсот метров подъема правильно правильно справимся как вы считаете должны справиться так и есть пять семь километров в час скорость такой подъемчик ну без без ослаблений все время одинаково вверх пока в зоне леса главное при езде в гору правильно настроиться что будет тяжело постараться расслабиться думать о чем-то хорошем хух и стараться не сильно напрягаться чем быстрее будешь до сильнее давить на педали тем больше устанешь а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хороший градиент тут. Трансфигираж отдыхает по сложности, я вам скажу. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 велосипедистов много но много на электро велосипедах или шоссеры туристов один я пока парковка на высоте 1620 метров и кафе и люди там смотрю сидят уже пьют чего-то но мне еще рано очередная смотровая площадочка это что у нас телефон тут был представляете какой-то телефон с 35 по 86 год висел тут что убрали телефонная короче будка hello водопад 1 2 видите красотища 1762 потихоньку потихоньку со скрипом но едем градиент большой конечно крути велосипедная какая-то команда не знаю и машина сопровождения машут мне я остановился дали мне сникерс и бутылочку воды значит я передохнул сэнки и римать бай пищи 850 на высоте 1850 тоже есть неплохое место для дикого кемпинга с прекрасным пейзажем 1916 ох там абхильчик тот шоссер который угощал меня сникерсом уже уже видимо поднялся и спустился на спуске помахал мне опять рукой а я подымаюсь ребята и тут вообще я не знаю сколько тут 20 градусов наверное наверное пешочком а эти блин шоссеры летят еще и крутят педали вниз спортсмены 2076 трактора едут вниз а между ними такие вот кабриолетики а вон какие тачки carrera да тут чего только не увидишь время два часа я проехал 27 километров до вершины еще километров 8 обед вот на таком столике вот таком месте вот представляете охренеть как а как вам место для обеда но получается сегодня задача добраться до вершины ну как я уже доберусь до вершины то вниз то я легко будет понятно я хочу но я вам скажу ребята очень непросто очень непросто так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 290 Все, я иду на рекорд. Так высоко я еще на велосипеде не забирался. Какое-то древнее здание, а в нем магазин и кафе. Представляю цены какие там. Ху-ху! Что-что? 2,273. Но еще 250. 2,334. Шоссеры едут вниз. А я еду вверх. И вон, смотрите, вон замок и дорога. И я так понимаю, мне туда ни хрена себе. 2,407. И я почти на вершине. Ну, ключевое слово, почти. Коварность этого перевала в том, что он двугорбый. Вот сейчас вот я поднимусь, вот последний. И это вроде бы как все. И вот пошел спуск. А потом опять еще 3 километра. И я вот смотрю, там туннель. Вот этот туннель меня беспокоит. Ху-ху! Панорама. Супер! Надо сфоткать. Знаете, что тут написано? А тут написано цель. Ты достиг цели. И я достиг цели. Это первый горб. Правда. Но я его достиг. Посмотрите, какая дорога. Вот это все я ехал. Уху-ху! Что тут у нас? Какой-то мемориальный комплекс. Кто тут когда погиб или что? Или при строительстве, может? А с этой стороны? Уху-ху! Ребята, я на вершине мира. Но расслабляться пока рано. Расслабляться пока рано. Потому что, как я сказал, еще будет подъемчик. А вон на кафе сверху памятник козлу стоит. Ху-ху! Ху-ху! 2428 метров. Вот он, Гросс-Глокнер. 3798 метров. Самая высокая гора. Вон она, да, получается? Или нет? Что-то не пойму я. Так, нет. Вот это. Вон она. Вон она в облаках. Вон. Вот это вот Гросс-Глокнер. Гора. И в честь нее назван этот самый. Дорога. Поехали вниз теперь чуть-чуть. Спускаться холодно. Но красиво же и легко. А вон опять подъем. Та ехану, давай. Я поднимаюсь на второй горб. Все такие же горы. Все такие же красивые. Все такие же потрясающие. А вот это, видимо, памятник. Какой-то комбайн или трактор, которым строили. Или он рабочий. Фиг его поймешь. Или это... Нет, наверное, памятник все-таки. Что-то тут уже машин мало. Видно, все туда. С той стороны поднимаются. Ну и ладно. Не, вон едет кто-то. Мутициклист. Байкеры меня, конечно, напрягают своим. Их тут очень много. Как, впрочем, везде, где красиво. Туннель 117 метров. Но кто смотрит мое видео, знает, что туннель я не люблю. О, даже выключился. Не реагирует на меня. Тут свет был. Видно, на автомобиле реагирует. А на велосипед не отреагировал. Ну, слава богу, я проехал. Все хорошо. Никого не было. И вон еще у меня... А, вон еще туннель сверху. Ё-моё, ё. Чем не площадка для кемпинга? А, знак. Тут даже ходить нельзя. Почему? Потому что может камушек, наверное, сверху упасть. Ну, ходить нельзя. Палатку ставить можно? Я не вижу знака нельзя. Тут какое-то болото. Так, ну, я опять снимаю джерси. Буду спускаться холодно, подниматься жарко. Я вот это рассказываю, вы меня можете не слушать. Вы смотрите, что я показываю. Что я показываю, ребята. Где я? Это же охренеть! Красота-то какая! Последний рывок! Последний, ребята, рывок. Еще километр где-то. Позвоню туристке, спрошу, как дела по телефону, который тут с 35-го года. Представляете, в 35-м году уже висели тут телефоны. Снова 2,448-м. И это еще не конец. Ребята! Ребята! Я сделал это! Я сделал это! И хочу сказать, что я чувствую себя крутым. И не рекомендую тем, кто не уверен в своих силах, повторять. Очень тяжело. Груженому очень тяжело. Было только благодаря моей подготовке, благодаря тому, что я Балканы в этом году прошел. Да и дома катался. Я это сделал. Я даже не чувствую усталости никакой. И не чувствовал. Я ее буду чувствовать вечером, когда встану на ночлег. Кстати, еще вообще непонятно, где будет ночлег. Но это уже все второстепенно. Вы, наверное, уже забыли, что я сделал сегодня с утра, прежде чем отправляться на подъем. Заехал в супермаркет и купил кое-что. И вот здесь я выпью это пиво. И пусть весь мир подождет. Время уже без 15.5. Сколько там я километров? Километров около 40. Проехал. Вот. Наслаждаюсь последним моментом. И надо спускаться. Надо спускаться, потому что на высоте 2500 метров ночью будет холодно. Надо спуститься где-то тысячи на полторы. Ну, спускаться, не подниматься. За час километров 30 точно проеду. Я надеюсь. Так что поехали. Не знаю, буду ли я снимать на спуске. Ну, а вы и так все увидели. Ну, посмотрим. Что-то я не понял. Такой хороший был спуск, а тут бац, подъем опять. Ну, это вообще не входило в мои планы. Мои ноги уже все. Уже все. Не хотят. Я аж испугался, что не туда еду. Да нет, вроде туда. Все, опять спуск. Вот и все. Что-то я спускался очень быстро. Все. Дорога Грок Глосснер закончилась. Платная. Но спуск, конечно, не закончился. И вообще вот этот перевал, это был как, знаете, Рубикон. Рубикон. До этого я ехал все время на запад. Потом вот этот перевал я преодолевал с севера на юг. вот сейчас еще я его преодолеваю. То есть я сейчас еду на юг. А потом начну двигаться на восток в сторону уже дома. И если я ехал туда с востока на запад против течения рек, то есть чуть-чуть был уклон вверх, то тут будет чуть-чуть уклон вниз. И мне, я надеюсь, будет легче ехать все это время. И опять же я буду ехать по веломаршрутам вдоль рек. Но об этом чуть позже. А тут среди гор внезапно вырастает вот такой город. Охренеть. Короче, я где-то провтыкал поворот, я не могу понять, где я. Вроде там не было никаких поворотов. и теперь поеду по другому маршруту. Но назад возвращаться в гору опять это не вариант. Я попал на какой-то маршрут Р8. Не знаю еще пока, что это за Р8, вдоль какой реки или вдоль чего. Ну, я смотрю, он идет параллельно моему маршруту, то есть я ничего особо не потерял. не потеряю. А потом соединюсь. Выйду на мой маршрут. Завтра, наверное, уже. И тут по пути есть кемпинг, в котором я, наверное, и остановлюсь. Заслужил я сегодня на кемпинг? Да! Заслужил. Заслужил, чтобы поспать спокойно, расслабиться, принять душ. Главное, чтобы кемпинг работал. Но Австрия все такая же. Идеаль... Ой, чуть не упал. Идеальная. Идеальная страна. Смотрите, все склоны покошены, все. Как они их косят, хер его знает. Кемпинг оказался нерабочий. Вот так и доверяй картам. Ну, он там... Нет, он там был, но он почему-то закрыт. Поэтому еду дальше в следующий кемпинг. Ну, и тут еще холодно. Больше тысячи метров над уровнем моря. Спустя спущусь еще чуть ниже. Возле реки вообще не хочется ночевать сегодня. Хотя бы наверное тут места есть. Но спускаться определенно прикольнее, чем подниматься. Кемпинг, которого нет на карте. Он не попался. Ну, посмотрим, где тут ресепшн. кемпинг я вам скажу недорогой. Ну, по астрийским меркам, конечно. И довольно-таки приличный. Сейчас посмотрим, что там. туалет где-то то или это, я так и не понял. Вот что-то мне там говорило. Вот это, наверное. Да, сейчас посмотрим. Ой. так, это женский. Это мужской. Это туалет. Так, а где душ? Идем дальше. шо? Ну, так это женский или мужской? Или шо это вообще? такой душ. Ну, все. Супер. Супер. Разобрался. Сейчас бегом ставить палатку, чтобы она чуть просохла. Все равно она влажная после ночи. И в душ. Вот теперь, ребята, когда уже все определен с местом, все, вот теперь чувствую, что устал. Палатка стоит, просыхает. Такое место на отшибе выбрал. Чтоб никто мне не мешал. Чтоб я никому не мешал. Все, в душ. Представляете, сколько на мне сейчас какой-то вот такой слой пота. Вот вот такой слой на мне сейчас. Как я его сейчас буду смывать? С каким удовольствием? Угу. Вот это хай. Ох. кто путешествует на высоте, тот поймет какой-то кайф. Сейчас кашу какую-нибудь запарим. Картошку. Наверное, картофель со свининой. Рацион плюс. Овощей нету, конечно, но ладно, без овощей. крышечкой. Оказалось, что картошки уже нет со свининой. Но есть гречка со свининой. Ну, а надо я именно хочу, там у меня есть курица и там еще с грибами, но я хочу со свининой, чтобы калорий побольше, потому что много потратил сегодня калорий. Поэтому каша, гречка, свинина рацион плюс. Рекомендую, кстати. А еще у меня есть кусочек сала каши. Ху-ху. Да. Овощей нету. Я люблю с овощами, но с магазинами тут в горах сложно. Завтра надо будет искать. Кстати, а, и, кстати, сегодня утром заходил в магазин, ну, там такие цены, но у меня не поднимается рука поднимать, покупать помидор за 350 евро килограмм. Ну, вы представляете, если они у нас сейчас стоят 30 гривен килограмм, то там 350 евро, это сколько? 100, ну, 130, не знаю. Ну, короче, жаба меня задавила, не стала покупать. Уже темнеет, как всегда, хочу подвести итоги дня, но что их подводить, вы и так все видели. Практически весь день я ехал в гору, и подъем был очень сложный, очень сложный. но красота, ребята, ё-моё, какая красота. И я счастлив и доволен, и горд за себя, что я преодолел этот перевал, проехал эту дорогу Гросс-Глокнер, и чувствую сейчас себя удовлетворенным, но очень уставшим. Завтра буду спать, наверное, рано не поеду, буду отдыхать. А вы пока подпишитесь на канал, если еще не подписаны, поставьте лайк, и оставьте комментарий, понравилась ли вам эта серия. Все, до завтра.